Из Хмау в Курганскую область для помощи жителям, пострадавшим от большой воды, отправились добровольцы гуманитарного корпуса. Югорчане станут помогать и спасателям в берегоукреплении, а также ликвидации последствий возможного наводнения на территории региона. Там МЧС прогнозирует серьезный паводок, который может прийти и в область в воскресенье-понедельник. Набор волонтеров для выполнения различных задач в соседнем регионе продолжается, а на уходящей неделе в столицу Зауралья уехала аэромобильная группировка МЧС по Хантамансийскому автономному округу, в составе которой 20 человек. Вместе с тем соседям из муниципалитетов Югры направлены лодки, полевая кухня, лекарства и другие гуманитарные наборы. А что у нас? В Сургуте власти пока не прогнозируют паводка, который приведет к затоплению. Выход на водоемы нашего города категорически запрещен. Коренной лед в реке отсутствуют. Спасатели ежедневно мониторят состояние зимнего наста. Какая сейчас толщина корки и ее структура? Когда ожидается ли доход у нас и готовы ли службы, если гидрологическая обстановка изменится? Тему продолжит Карина Александровна. Выход на лед с 1 апреля 2024 года запрещен. Рейды и осторожно тонкий лед в Сургуте продолжаются, так как с каждым днем интенсивность таяния водоемов растет. Мы пропиливаем, получается, лед, чтобы посмотреть, какая толщина льда сейчас, чтобы уже точно. Коренной наст в Аби уже отсутствует. Спасатели при мониторингах вырезают замерзшую часть реки, производят замеры и оценивают ее структуру. Толщина 40 сантиметров. Из него разная структура льда, сверху снег, здесь наледь, то есть коренного уже не осталось. На стремительное превращение зимней корки в рыхлую массу влияет как весеннее солнце, так и вода, которая приходит в природный источник из водоема Сургутской Гресс. Буквально на прошлой неделе мы делали замер льда. Толщина коренного льда составляла приблизительно 43 сантиметров. Сверху была наледь. Общей сложности составляла где-то 60-70 сантиметров. Ну, лед не особо прочный, течение им сносит. Сегодня мы произвели замер льда, коренного льда уже не оказалось, из него оказался рыхлый снег. То есть это, грубо говоря, наледь, которая застыла. По такому льду ходить уже небезопасно, как технике, так и людям. В рейды на водоемы выезжают представители управления по делам ГО и ЧС, контрольного управления мэрией Сургута, сотрудники полиции, ГИМС и МЧС. Специалисты раздают памятки рыбакам, которые выходят уже на небезопасный лед. Проводят профилактические беседы и даже составляют протоколы. Размер штрафа для физлица составляет до 1 тысячи рублей. Особое внимание мы уделяем, конечно же, реке Обь, где наибольшее количество рыбаков, снегоходов, граждан, нарушающих запрет. Мы привлекаем к административной ответственности по статье 20 за нарушение правил безопасности на водных объектах. В законах МАО-югры 102 об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа. Большинство любителей посидеть с удочкой после встречи с патрульными покидают реку. Юрий Крыков – рыбак-любитель. Приехал в наш регион из Москвы и был не в курсе, что с 1 апреля в Сургуте выход на лед запрещен. – Вы не думаете, что опасно? – Да недалеко от берега вроде. – Не боитесь, что провалитесь? – Не, ну где полонят, туда не ходим, где народ сидит, туда обычно. У нас место проверенное. Правила знаем, поведение на льду, когда провалился. Руки в стороны, головой не нырять. Уже все. Раз упределит, да, что же. Предупрежден, значит, знаем. – Ну все, улова хватит теперь. – Хватит надолго. На территории Югры сейчас ледостав, но из-за теплого марта, по данным гидромедцентра, реки могут вскрыться раньше, чем в прошлом году. Ледоход ожидается уже в конце апреля, и это не только зрелищный момент, но и период, когда создается угроза паводков. В 2022-м опь в Сургуте пошла 2 мая, год назад – 7 числа. В 2024-м прогнозируют ледоход 30 апреля. По данным гидрологов, вода в реке прибывает по 2-4 сантиметра в день. После вскрытия заполнение поймы начнется со скоростью 10-15 сантиметров в сутки. По прогнозу высших уровней, которые у нас ожидаются в этом году в городе Сургут, они будут близки к многолетним характеристикам, и также они будут на 70 сантиметров в метр выше, чем в прошлом году. В основном у нас вода вся выходит на пойму, и происходят значительные потери на заполнение этой поймы. То есть, как только пройдет ледоход, постепенно начнет заполняться пойма, и, соответственно, уровни воды, амплитуда будет уменьшаться. По данным властей Сургута, ранний ледоход не станет угрозой наводнения. Повторение ситуации 2015 года не ожидается. Тогда вода в реке поднялась на 828 сантиметров. В этом году, по предварительным данным, уровень не превысит чуть более 7 метров. Высшие уровни воды примерно отмечаются один раз в 10 лет. Последний высокий паводок, который привел к потоплению отдельных участков города, был в 2015 году. Критический уровень на территории города, который приводит уже к потоплению определенных участков, является 776 сантиметров. А в этом году мы ожидаем примерно подъем воды в реке Обь до 710 сантиметров. Прогноз на сегодняшний день достаточно благоприятный для Сургута. Подтопления мы не ожидаем. Вместе с тем ситуация может измениться, как в апреле, так и в мае. Это зависит от того, какая будет погода, какая температура окружающего воздуха. Кроме этого, хотел бы отметить, что в этом году у нас примерно на 15-20% превышена норма снега по сравнению со средними многолетними значениями. И в том числе запас воды в снеге. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра составляет около 40%. Измениться гидрологическая обстановка может не только из-за количества снега на территории Югры, но и в регионах, где протекает Обь. В Томской и Новосибирской областях. В последнем еще зависит и от того, какой уровень сброса случится из водохранилища. Впрочем, в среднем волна из столицы Сибири доходит до нашего города примерно за две недели. К половодию сургутские службы готовы, как заявляют власти, в случае чрезвычайной ситуации станут эвакуировать людей с участков, которые попадают в зону риска. Для этого организовано 20 пунктов временного размещения общей вместительностью более 3600 человек. Карина Александян, Сергей Коликов, Данил Панков. Специально для программы «Новости. Главное».